Здравствуйте! Я Максим Заварин, сопредседатель ПФСД, водитель пассажирского автобуса в городе Тимени. Когда я разбирался, как нам, водителям ПТП, считают зарплату, один мой коллега задал мне вопрос, а как-то на законодательном уровне регулируется наша часовая ставка. И я полез в этот вопрос более глубоко, обнаружив, что ПТП нарушает отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту в области установления базовой минимальной тарифной ставки рабочих первого разряда, исходя из которой считается уже часовая ставка. Условия соглашения они обязаны исполнять по закону. Следовательно, это и есть нарушение трудового законодательства. После заданного вопроса генеральному директору, почему так, а не так, и получив ответ, в котором сказано, что все у нас хорошо, а ты дурак, мы решили коллективно обратиться к прокурору. Соответственно, я зондировал эту тему как только мог. И тут мне попадается статья, значит, на интернет-ресурсе «Солидарность» Центральная профсоюзная газета, я так полагаю, ФНП. Ее ведет сайт солидарность.org. Вот я читаю и глазам своим не верю. Торжество очевидного. Работодатель не выполнял отраслевое соглашение, от которого не отказывался. Автобус тут вставлен. И пишут, значит, что в муниципальном торговом транспортном предприятии «Нефтьюганска» работникам установили оклады ниже положенных по отраслевому соглашению. То же самое, что происходит и у нас на тот момент происходило. О сегодняшнем дне мы пока не будем говорить. И здесь дает комментарий председатель Тюменской территориальной организации профсоюза, общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. И вот на чем я заострил здесь свое внимание. Комментирует он, что дело в том, что работники начали получать меньше, чем полагалось в отраслевом тарифном соглашении по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту на 2020-2022 годы. Документ принят 24 декабря 2019 года. От присоединения к отраслевому соглашению предприятие не отказалось. Вот. И в полтора раза ниже положенного. То есть то же самое, что было и у нас. Ну, у них немножко другая цифра. У нас было 8-112, у них 8600 рублей. У них тут еще одно нарушение. Указывает автор статьи, что коэффициент межтарифный 0,05 у нас он, в принципе, соответствует 0,2. Вот. Но ставка занижена в полтора раза. Вот. Ну, все я зачитывать это не буду. Или почитайте на стоп-кадре, или можете перейти непосредственно на сам сайт и внимательно все это прочитать. Да, еще я вот обратил внимание, что работники возмутились. В первичке они. Ну, в первичной профсоюзной организации, которая на предприятии есть, они понимания не нашли, как и в нашей первичке. Я тоже. Да, они вот позвонили в Москву, в Центральный комитет профсоюза. Те уже связались, а, дали контакты этого председателя. И у него уже все это не в первый раз. Он начинает привыкать к этому. Поэтому вот я... Дальше я об этом скажу. В ролике-то я и обратился к нему. Вот. Потому что в нашей первичке понимания, как работник, я тоже не нашел по этому вопросу. Ну, и в ЦК, в принципе, можно позвонить. Я не думаю, что они откажут в разговоре. Вот. Так вот, эта статья была выпущена 15 октября. И буквально следом, 24 октября, выходит продолжение. Вот. И пишут, что люди стали обращаться в суд за перерасчетом зарплаты согласно условиям отраслевого соглашения. Двое уже добились этого апелляционной инстанции. Ну, полностью также можете прочитать или на стоп-кадре, или непосредственно на сайте. Вот. И в скором времени выходит, а именно 15 ноября, еще одна статья по этому вопросу. Ну, тут и не только поэтому, но это упоминается. Статью о будущем пассажирского транспорта уже пишет сам председатель Тюменской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Вот. И также упоминается в ней отраслевое соглашение, которое нарушается. Ну, и читая эту статью, складывается впечатление, что этот человек справедливый действительно, да, переживает за будущее автотранспортников. Вот. Так он и пишет, что будут ли они жить сносно или впроголодь. Я не думаю, конечно, что это сильно отличается сносно и впроголодь. Вот. И почему нельзя жить хорошо или стремиться жить лучше. Вот. Но это уже другой вопрос. И в одном из своих роликов я обратился к этому гражданину, наименополагая, что он незабочен этой ситуацией. И вот Тюменский, в частности, он помогает работникам, насколько я правильно понял из этой статьи, из предыдущей, что он помогает работникам, в общем, получить недополученную, недосчитанную заработную плату. Вот. Ну, уважаемый Нагуманович Нагуманович, я, как понял, в статье, вы человек справедливый и стоите на стороне интересных работников. Обратите, пожалуйста, внимание на вашу первичку ПТП в Тюмени, которая, как вы говорите в интервью интернет-портал «Наш город» полностью исполняет свою работу. Но почему-то нарушение отраслевого соглашения в части минимальной базовой ставки рабочих первого разряда он не замечает. Вот. И более того, стоит на стороне работодателя открыто. Как это видно в моем обращении, нет даже тени сарказма. Многие не знают, а может кто-то даже и не понимает, кто это такой. Объясняю. Существует Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в который входит Тюменская территориальная организация этого Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. А это председатель Тюменской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и в эту организацию входит и первичная профорганизация ПТП. Прямо перед записью того ролика выходит статья на портале НашГород и там журналист пишет и рассказывает о том что создан профсоюз движения и берет комментарий не только у меня но и у гражданина Зелединова и он пишет цель преследуемая данной организацией это организация отличаются от нашего профсоюза в плане социального партнерства. Вам виднее какова именно ваша цель а вот в Уставе Профсоюз движения в пункте 2.1 сказано что предметом деятельности и цель кvensитам профсоюза является представительство, осуществление и защитие индивидуальных и коллективных социальных и трудовых прав, а также профессиональных экономических и социальных интересов членов профсоюза. индивидуальных и коллективных социально-отрудовых прав и интересов работников, независимо от членства профсоюза, в случае наделения полномочиями в установленном порядке. Та первичная организация, которая уже была и входит в наш профсоюз, полностью исполняет свою работу, предусмотренную Уставом Общероссийского профсоюза, в том числе и по повышению заработной платы. Но это он про Парковский профсоюз или, как говорят в ПТП-2, про тайный профсоюз. Потому-то я решил к нему обратиться в видеоролики. Думаю, человек не знает, что тут творится, ведь на нем такая большая территория. И далее он говорит, напомню, что есть статья 5 федерального закона номер 10, которая говорит, что каждый профсоюз имеет равные права. Но не надо забывать, что есть и Уставные обязательства перед работодателем, есть Генеральное соглашение, которое действует, его подписали и Президент России, и ФНПР, и Общественная палата. Есть ряд подзаконных актов, которые необходимо соблюдать. и руководствуются ими. Закончил Магуман Целезгинов. Он так говорит, будто мы это все мавшаем. Ну да ладно, обратился, и на, получи фашист-дранату. Статья означает на сайте облпрофил. Называется оно движение или направление наоборот, многоточие. Углубляться в этимологию словосочетания направлений наоборот я не буду, скажу пока только, что любое направление движения является в сущности противоположным. Если движение имеет направление справа налево, то оно противоположно движению слева направо. Так же, как и в самом движении, есть два противоположных момента. Одно совпадает с направлением движения, другое, как выразился гражданин Целезгинов, наоборот, то есть оно прямо противоположно. Пока это запомните, я к этому еще вернусь. Картинку вообще рассматривать не хочется, субъективно я ее воспринимаю лишь как оскорбление всех работников потыпать умением. Начинается статья с русской народной пословицы «Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало». Что сразу нам говорит «Довольствуйтесь тем, что есть, теми крохами с барского стола и не думайте даже бороться за улучшение условий труда, за повышение реального содержания заработной платы, за сокращение рабочего времени, иначе вы будете выглядеть, наверное, как вот на этой картинке». Теперь понятно, почему он так написал в той статье «Сносно или впроголодь». Ну, а лучше вы не думайте даже. И далее. Попался ему, значит, ролик, в котором я его упомянул. При этом в своем ролике он ссылается на то, что первичная профсоюзная организация ПТПА номер один не выполняет функции защиты трудовых прав работников. «Ну а что, разве выполняют?» Гражданка Полякова Татьяна Ильинична, которая является председателем профбио, об особенном подразделении, как я говорил в предыдущем ролике, знала об этом минимум с 14 сентября. «И что?» «Да ничего». «Ты, говорит, мне ясно, свое дело. Мы тут все порешали». Просто мне рассказали о том письме, которую вы предъявили нашему генеральному директору. Я просто хотела для себя пояснить требования вашего. Потому что, смотрите, о том, о чем говорили, да, вот он меня вызывал, Шулибок, о том, о чем вы, допустим, говорите, мы уже об этом эти вопросы порешали. Вот у нас тарифная ставка у нас поднимается в соответствии с региональным поэтап. Я для себя просто хотела выяснить, потому что мы-то вопросы все порешали, вот как просто ЮС, мы все решили вопросы, а вы поднимаете те вопросы, которые мы решили. По газам мы тоже решили. Просто это надо внести все в коллективный договор. У нас вот конференция, кстати, 24-го числа будет, но вы на ней, к сожалению, не присутствуете. А потому что там будут как раз вот эти все вопросы коллективно вноситься в коллективный договор. Они уже решенные нами, но и вот как раз будут вноситься в коллективный договор, утверждаться, потому что это все уже вот эти изменения. готовые изменения, которые уже подтверждены. И на следующий год, ну, у нас же... Ну, я уже предполагал, какой ответ вам поступит, да? Вам-то? Ну, не знаю. Ну, раз вы решили все вопросы, вы их будете вносить. Ну, не совсем так, как вам хотелось. Ну, лучше. Как объяснить-то помягче. Ну, а помягче никак. Все решили. Все внесем в колдоговор. Ну, да. И по газовым решили. Все решили. Есть у меня копия внесения дополнений изменений колдоговора по ТП. Они мне сами прислали. Нет там ни слова. Про газовые. Конференция была 24-го сентября. А за газовым простой начали платить с декабря. То есть после проверки трудовой инспекции. А потом еще и говорят, что я любитель присваивать чужие заслуги. Ну, что же. Настало, как говорится, время расставить все вещи на свои места. Ху из ху. Согласен. Люблю порядок. Далее пишет о правовом ликбезе. Немного. Ну, и что касается правовой ликвидации безграмотности, ликбез, так сокращенной к ликвидации безграмотности, я подробно развернул в предыдущем видео, показав, как вкручивать болт в ухо, пользуясь малограмотностью работников в области правового регулирования деятельности общественных организаций, в том числе и профессиональных союзов. М.А. Заварин в своих статьях и видеопубликациях ни разу не упомянул о правовой легитимности профсоюза движения интересы, которого он представляет. Но это, извиняюсь за выражение, просто ложь. Процесс движения – это добровольная общественная организация, действующая на основании устава и в рамках законодательства Российской Федерации. При этом все, что говорит Заварин, отождествляется с местоимением «мы». Как это все связано, конечно, я не понимаю эти два предложения. Логические связи я в них не вижу. Но то, что в том ролике под нами я подразумевал часть коллектива ПТП-2, я уже это объяснил в предыдущем видео. И далее. В своих запросах в адрес работодателя М.А. Заварин указывает на свою должность и принадлежность КО ТП. ТП номер один, как работник, имеющий трудовые отношения с данной организацией. Ни в одном из документов наш сопредседатель не указал свою общественную должность. Вероятно, он стесняется общественной нагрузки. Почему? Ну да, очень стесняюсь. Аж видеоролики выпускаю, да еще и статьи пишу. Откуда вообще информация о моих запросах в адрес работодателя? Вот мне интересно. А если я отправлю запрос работодателю на документы, которые относятся к моим с ним трудовым отношениям, согласно 62-й статье Трудового кодекса РФ, я должен там указывать не водителя автобуса, а что-то другое? Как это маразм, мне кажется. Запросов от просоведа движения никаких по ТП в Тюмени пока не было. Далее он приводит статью 36 Трудового кодекса. Прочитайте. И пишет. Наверное, многие заметили, что после наименования должности сопредседатель идет член ЦК РПРР, но об этом я открыто заявляю и не скрываю. Что здесь такого? Далее. Любой член профсоюза знает, что при вступлении в профсоюзную организацию пишется два заявления. Одно на имя председателя первички, другое в адрес бухгалтерии с просьбой перечислять взносы насчет профсоюзной организации. Интересно, а сколько членов профсоюза движения являются работниками АО «ТП-ТП-1» и есть, если они вообще, есть ли, наверное, должны быть ошибка, и есть ли они вообще. А мне интересно, для кого такая информация собирается о количестве членов и кто там состоит. Зачем? Ведь если будут оформляться взносы через бухгалтерию, то будут известны фамилии работников, принадлежащих к нашей профсоюзной организации. Жилье знаете, как у индейцев называется? Фиг вам. Далее. Судя по тому, кто помогает публиковать видеоматериалы и статьи в газете, то помощь оказывается политической партии. Да я вам тайну открою. Нет ни одной профсоюзной организации или объединения профсоюзов, которые не взаимодействуют с какой-либо партией. Да-да. Теперь понятно, почему МА Заварин до сих пор официально не заявил о профсоюзе. Движение руководства «ТП-1». Так где же мы? Такое чувство, будто это провокация. И сейчас я такой, так вот же, вот, посмотрите, вот, Иванов, Петров, Сидоров, смотрите. Как называется жилье индейцев? Будет нужно и заявим. Это не ваше дело. Профессиональная этика профсоюза, закрепленная федерального законодательства. Далее он пишет. Предполагает обязательное наличие в профорганизациях устава, в котором будет указан весь алгоритм работы профсоюзной организации. Наш устав размещен на сайте общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. И секретов у нас от работников отрасли просто нет. Ну, так и наш устав в открытом доступе. Почему профсоюз движений находится в подполье? Может, есть что скрывать? Но если бы мы были в подполье, вы бы об этом профсоюзе вообще не узнали. От слова совсем. Судя по тому, что аудиозаписи ведутся без предупреждения своего собеседника и публикуются в сети интернет, то вывод один – вести грязную игру – это основное правило профсоюза движения. Это вот уже начинает он думать за вас. Вывод один, другого вывода быть не может. Задумайтесь, работники предприятия АОТП, АТП номер один, в следующий раз запишут вас, и весь разговор станет достоянием общественности. Потом не удивляйтесь, что вам предъявит судебный иск та сторона, о которой вы нелестно выражались, полагаясь на честность и порядочность профсоюза. Ну да, именно поэтому все голоса работников, предоставляющих записи, стюарты. Ну, хочу сказать, что доктор философских наук, Михаил Васильевич Попов, он так говорит, что беда порядочных людей в том, что они к подлецам относятся как к порядочным. А надо к подлецам относиться как к подлецам. Вот это я и усвоил. Далее. И вообще, разве это профсоюз? Разве вышеуказанные действия можно характеризовать как порядочность, честность, уважение к работникам предприятия? Конечно же, нет. Это грубая манипуляция, приписывание чужих мыслей как своих. И дополнительно необходимо отметить, что М.А. Заварин – любитель присваивать результаты работы первичной профсоюзной организации АО ТПТП1 и Тюменской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Об этой черте характера я напишу в следующий раз. Ну вот уже почти два месяца. Пишет и пишет и пишет. Там, наверное, такая характеристика на меня уже составлена, что ой-ой-ой. Илины не меня. Слушай, внимательно. Ну вот опять же, по факту, что столица добился, вот мы не говорили, но до соглашения, что с 1 января 21 года мы находимся, понимаем, до гроб. На счет он будет еще одинадцать или двенадцать тысяч. Это не на два, так они. Профсоюз добился. А то, что базовая ставка должна быть с 1 января 2020 года ниже гроб по РФ и, соответственно, по ТП нарушали права работников, о чем-то знало как минимум с сентября, с лединов, с мая, вы почему-то людям не рассказываете об этом. Помните, я говорил, что в каждом движении есть два противоположных движения? Два момента. Я обещал к этому вернуться. Здесь я имею в виду движение вообще, а не название нашего профсоюза. Все находится в движении, покой лишь относительно. Также любой профсоюз развивается, действует, можно сказать, находится в движении. И в нем есть также два противоположных момента. Один совпадает с направлением развития, то есть прогресс, а другой противоположным направлению развития, или скажем, регресс. И какое направление преобладает в целом? Ну и обрисовывает картину. Боевой это профсоюз рабочий или с прогнившей верхушкой желтой. И такие граждане, как Полякова и Залединов, не могут обрисовать картину, которую себя представляет в целом вообще российский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. А только лишь его отрицательную сторону. Поэтому я и хочу рассказать о своем отношении к профсоюзу работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в целом. А в целом мое отношение к этому профсоюзу положительное. Почему? Да просто вот это даже самое федеральное отраслевое соглашение, по которому и найдено было, кстати, нарушение, а впоследствии оно еще и установлено надзорными органами. Оно было заключено при активном участии этого самого профсоюза. И в нем еще есть и другие положительные моменты, соблюдение которых улучшает положение работников по сравнению с трудовыми законодательствами. Вот и кандидат медицинских наук Денис Борисович Дегтярёв в своей лекции в Университете рабочих корреспондентов об этом тоже говорит, об этом профсоюзе. Что он занимает активную позицию в части особенности проведения СОО, специальной оценки условий труда. И принимаются нормативные правовые акты, подтверждающие позицию профсоюза по защите прав и интересов работников. В прошлом году принято отраслевое соглашение по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 год. Что оно гласит? Работодатели в организациях автомобильного городского наземного пассажирского транспорта обязуются соблюдать правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые приказами Минтруда России от 6 февраля 2018 года, номер 59, выдержки из которых я вам уже приводил. И следующее. Применять при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах всех водителей транспортных средств в положении приказа Минтруда России от 30 июня 2017 года, номер 543, об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Значит, на этом приказе надо остановиться подробнее. Этот приказ явился результатом активной позиции Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Который после анализа практики проведения СОУД на рабочих местах водителей в ряде регионов Российской Федерации выявил несоответствие реальных условий труда установленному классу вредности, что привело к необоснованному массовому снижению класса вредности на рабочих местах по сравнению с результатом районной действующей артестации из-за отсутствия учета многих вредных факторов сопровождающих труд водителя пассажирского транспорта. И в 2015 году ЦК профсоюза написал письмо за номером ОТ-238 в адрес Минтруда России, где выразило беспокойность существованием таких рисков и несоответствием методики проведения специальной оценки труда реальным условиям Минтруда водителей. Все это возымело действие и позиция профсоюза была поддержана Министерством транспорта Российской Федерации, Российским автотранспортным союзом Минтруда и СССР. И в 2017 году эти особенности были утверждены. Достаточно много того, что было изложено в письме профсоюза транспортников, оно вошло в эти особенности. Тема соуд отдельно и требует большого и тщательного разбора. Поэтому рекомендую с этой лекцией ознакомиться в полном объеме. Ссылка будет в описании. Важно, чтобы работники понимали, что профсоюз это не прослойка между работниками и работодателем, как говорит Полякова. Он вообще рождается у трех человек. И он рождается без защиты прав и интересов. Это как бы, знаете, как сказать, работника, да, это как вот это прослойка между работниками и работодателем. Вот у вас какие-то проблемы во сне карты приносятся, да? Здесь оно обрабатывается как правильно, чтобы эти вопросы есть и есть. И мы переходим к работодателю и вы заявляете в своих вопросах, да? Про слойки. Слышите? Она заранее готовит работника, который устраивается в ПТП, к тому, что они там сами все решают, как она об этом не говорила. Ну а о том, как гражданка Полякова спелась с работодателем и мы поговорим в следующем ролике, совсем скоро. Важно понимать, что профсоюз – это прежде всего члены профсоюза, то есть сами работники. Не председатель, не профсоюзный комитет – это всего лишь выбранные органы и выбранные лица профсоюза. И поэтому от действия или бездействия каждого из членов профсоюза зависит какой этот профсоюз – боевой, рабочий профсоюз или желтый с гневыми выбранными, успевшимися с работодателем органами. Вы не найдете ни в одном ролике, ни в одной моей статье призыва выходить из ППП. Более того, скажу, я призываю не выходить, а направить этот профсоюз, эту ППП, готовую систему работать в интересах работников. И для этого, руководствуясь уставом, о котором пишет Магуманов в своей статье, которая есть на сайте профсоюза, или я могу его скинуть кому надо, вы можете всех переизбрать. Вас все равно больше, чем начальство. И вы можете туда определить тех людей, кто, как вы считаете, будет настоящим вашим представителем. Но они будут опять поменять их. Так же и правком можете поменять. Но для этого надо действовать. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Или, говоря проще, для того, чтобы что-то было, надо что-то сделать. Профсоюзы – это, прежде всего, объединение самих работников. И поэтому инициатива должна исходить от них самих. Так что можно действовать по всем доступным направлениям и в профсоюз с движением, и перекрашивая эту парковскую первичку. И для этого придется тратить личное время. И необходимо образовываться. Для чего тоже придется тратить личное время. И вполне себе могут существовать на предприятии два профсоюза. И могут создать единые представительные органы работников. Объединить усилия. И это вполне законно. Что прописано в статье 37 Трудового кодекса Российской Федерации. Что две или более первичные профсоюзные организации, объединяющиеся в совокупности более половины работников данного работодателя. По решению их выборных органов могут создать единый представительный орган. Для ведения коллективных переговоров. Разработки единого проекта коллективного договора. И заключения коллективного договора. И это будет иметь определенный эффект. Если конечно цель одна, а не наоборот. И помните, работодатель ничего не боится токсина, как организованных, сплоченных и решительных работников. И все-то в нашей жизни есть борьба!